а вы здесь были не так а что это не знаю посмотрим может быть да может может и было здесь и рынок ага а так вот интересно думаешь что будет посмотреть в питере вкуснее большой проспект вот электро первым делом мыть руки однозначно и когда и камеру хотел сказать надо продезинфицировать хороший фудкор большой да пошли вначале в туалет друзья я на минуточку сейчас отключилась оболью себя антисептиком слушайте дико женщина первый раз вижу такую систему вот руки моется здесь подумал вот это для чего оказывается тушилочка да я антисептик посмотри какие огромные чаны а что это за кухня ого юля посмотри как много супа да я буду вот этого эзотическая очень а порции порции такие огромные да девушка ест там больше чем голова на кокосовом молоте дождь войны и кокос ананас я не знаю малина просто сладости не схема что черное смороза на мастерская мороженого не знаю а где тут более более привычная еда грузинская мне очень понравилось мы недавно были грузинском ресторане дела с вашими сушами рассмотрела вечером вот да да как говорится по часть перед нашей встречи я так и никогда не видела мне пришлось отключить камеру и пальцем заталкиваться в рот мы верим в чуду чуду что такое а это лепешки какие о дагестанская лавка чуду я че супчиком и там можно ваш есть похожее место мы были депо называется как-то москва там так интересно вообще здорово во-первых во много раз больше раза в чем мире наверное там тоже раздавали там продают еще вот это фуд-корт на сколько фуд-корта у них по продаже на рынке а здесь что японская японская гребешков будешь снимать наверно я только улицу ой мамочкой среднеленивая бедный ёжик ёжик да сходила в юрефонский ресторан не привезли ров филадельфия с тухой рыбой да что ты я долго возмущалась по этому поводу причем и место такое приличное говорите вас рыба не свежая как-то сейчас я стала к рыбе так очень избирательна что-то более традиционно вот это про ассаны вот это у вас уже я вам как раз поговорила да красота неземная ой очень красиво так а ты вообще-то голодная нет но мне понравилось там вот девушка чудо брала вот такую лепешку и супчик какой-то я бы тоже это взяла может быть такое не нападет потому что сладкое вчера бекла пироги черненький я старая ты молодец что хочется что такое ну пошли может мы знаем какой у них там супчик да на что сейчас вас упадет пойдемте еще покажем прекрасно как грибочек да мне кажется на куриную ножку похоже а может быть да поближе покажите что такое то необычное пирожное такое тоже как бы кудесистая да как то столько средств ну что у людей же вот какие то есть тарелки что-то они внешне откажется к нему в тарелку к нему в тарелку что-то такое сыр что здесь есть буллы я тоже люблю там обычно овощи рыбка или курица что-то брэк пастбол так надо еще посмотреть я бы да я бы супчик какого-то хорошо может туда пойдем дагестанской тогда кухня где есть супчик смотри какая колбаса у вас надо это что это за размер представляешь бутерброд насколько я на 4 это на 6 частей да как пиццу резать да вот это размеры давай давай ага 3000 чуть-чуть на разные и маги или для души зеленский очень вкусная возьмите тестер немножко заберется давай ну вот как буквально я тут как мариинском вот там тоже в туалете как духе крема у них тоже сидят я думаю да то же самое такая известная вот так пахнет прямо чувствуете такой не потрясающе у них очень вкусно но они уделяются партнерами некоторых ресторанов и театров а поэтому вот тут спешил тим мой чай здравствуйте китайский чай, травяные сборы, прессованные чаи каких только нет названий иван в красном халате спец, чай, сладости, крупа, сухофрукты, халва, миндаль и такая лавка зея лински энд розан вот эти о какая эко чай ой какой запах специи какие вещи невероятные этаж потратные да как Турция оформлены не знаю это турецкие есть да я помню турецкие турецкие покупали спецы, конпасы. Веса купа тоже. Спасибо, сейчас посмотрим. Продекланирую вас немножко. Ты посмотри. Я такого и не видела. Ну вот, бадьян. Я старалась сделать нашу встречу интересную. Тебе удалось. Что-то такое необычное. Египетская ночь. Состав чай. Зеленые цукаты. Календула, мальва. Лепестки. Перец розовый. Самое интересное, что оформление вот такое. Очень красиво, да. Очень красиво. Так, а гвоздики нет? Только перцы. А гвоздика можно? Ну, нам же. А здесь сухофрукты. А, от голубей. Вначале мы пообщались с голубями. Вот это да. Ты посмотри, какой финик. Юлечка. Я таких фиников и не видела в жизни. Размер такой. Тоже турецкий, да? Нет, это не торцы? Кешью сырой. Кешью жареной. Пертики вяленые. Угу. Ну, как здорово. Когда все растет, может заверить что-нибудь. И ковер. Да, да, да. Лиса пришла. Французский гриль. Заказ. Шаверма. Шаверма на тарелке. Курица гриль. О, там и второй этаж есть. Ну, давайте сначала первый перейдем покачим. Да, первый обойдем. Давай, я за тобой. Очень похожее место. Ну, вернее, у нас похожее. У нас гораздо больше. Мне так у них понравилось. Достаточно большое. Кого дело, когда туда зашла? Куркумало. Угу. А здесь сыры. Акджикам. Или песка. Хемали, друзей. Хемали. Капуста. Гурийская. Хинкали. Смотри, какие огромные. Замороженные, да? Здесь уже пошло мясо. Ракушки. Пустые ракушки. Камбала 460. Срезка. Стало стоить лососо-форель. Вы уже обращали на это внимание в магазине? Я обратила. Причем бензи тоже по две с половиной. Это не то, что это место. Да, бензи тоже, дорогой. Пошли, мы посмотрим живых. Да. Ой, а форель 870. Какая дорогая форель-то. Так, а там форель, которая 2,850. Которая большая, которая большая. Ну, там филе. Филе, да. Я купила маме форельку вчера. Заезжали позавчера. Вот. Буду жарить и солить. Люмьер. Штучка 250. Розовая джоли. Штучка 310. Ни разу не ела. Вы с ними разговариваете? Вы с ними разговариваете? Я смотрю, у вас будет контакт. Я их успокаиваю. Ну, ребята, наверное, нет смысла, да? Да. Овощи-то уж. Да, не пойдем. Овощи, фрукты. Овощи все едуты? Да. Малина 100 грамм 250. Красиво, конечно, все очень красиво оформлено. Мне это все так нравится. Я думаю, да. Так, а это что? Картошка фри. Курица гриль. Да, но только с той стороны. Лепим и варим. Здесь мы еще не были, да? Лареве. Ой, какие милые. Заслуживает твоего внимания. Вот и сессия. Добрый день. Добрый день. Как же можно красиво оформить пирожные. Ой. Лучше. Легко и просто. Легко и просто. Это как бы эклеры, да? Но сверху у них такой тюнинг. И внутри. И внутри. Под капотом тоже грабит. Под капотом. Жалко только сверху получается. Там не видно. Пакетик есть? Да, он есть. Все равно. Так. Ну, не видно. 520. Это такое произведение искусства. Это действительно произведение искусства. Это очень красиво. Очень. Вот такой вот с лубнички, да? Я ела дымой. Ага. Винегрец. Сельдь под шубой в баночке. О, боже, как это мило. Ага. Так. Винегрец. Сельдь под шубой. Новогодний. Вот. Баночки. Взял, принес домой, поел. Да? Культурно. Свежие пельмени. Мамин сибиряк. Конечно, у Ася. Смотри. Название пельменей, конечно, у Ася. Ага. Итальянцы в России. Классика жанра. Большие мясные пельмени. 10 штук, 420. Знаменитая креветка. Вот. Значит, удачный сезон. Летний салат, окрошка на классе. А помнишь, мы на выставке Сальвадора Дали поели, и там было какое-то пирожное невероятное. Произведение искусства, да. Там одна тарелка только. Сама уже была произведение искусства. До сих пор вспоминаю. Комбо-обеды по будням, смотрите-ка. Комбо-обеды, надо же. Может быть, это имеет место быть. А может быть, и имеет. Так. Что там там? Вот, а где комбо-обеды? Я не вижу, что там. И вот, наверное, смотрите. А, вот они. Хочу перекусить. Хочу перекусить. Ох, сейчас поем. И без пельменей. Значит, мамин сибиряк, итальянцы в России. Классика жанра. Бульба, бегинс, суп или салат. Ну что, возьмем? Давайте, как говорится, огласить весь список. Ну вот, их три варианта. Всех посмотрим. А, мы еще не всех прошли. Да, мамин сибиряк, итальянцы. Но мне, я люблю комбо-обеды вообще, честно говоря. Я тоже, я тоже. Ну, только что-то увидим, а уже... Да, уже кто-то, кто-то о тебе заботится. В смысле? Уже, ну, придумал первое, второе и компот для тебя. А ты только пальчиком ткни и заплати. Я вот, я говорю, вот эти голые. Соу и биржон. Там вот очень много там лосось, всякие овощи. Ой, тоже здорово. Ну что, может, может... Можно заменить на бургур. Да? На салат-микс, вот, двоить протеин. Да, тут можно вот что-нибудь такое взять. Да, мне тоже нравится. Ну, я говорю, поэтому надо все посмотреть. Тон, сом, острый лосось, лососи. Вот я понял, с лососем. Права, мне понравилось. Ага. Мы еще даже не дошли до конца? Ну, вот мы по кругу ходим. Почти. Почти. Мойка овощей и фруктов. Питьевая вода. Крути кран и наполняй. На улице еще не были. А там тоже, да? Конечно, да. И там есть очень вкусные мидии с томатным соусом. Специально помидоры отваривают. И японский ромено. Также шансулы. Спасибо. Спасибо, как хорошо бы нам подсказали. А то я прямо сейчас уже... А вот там вот есть мазор, да? Спасибо. Спасибо, благодарю. Захлебнусь. Уже кушать хочется? Уже все так впечатляюще. Да, да, надо все осмотреть. А то сейчас примитивной лепешкой какой-нибудь наемся. Да, на улице посидеть приятнее. Да, я люблю на улице сидеть, конечно. Когда нет дождя, естественно. Ой, как приятно. Это тоже. Это собака. Это собака. Это и что? Потихонечку вспоминаем английский, да? Да. Значит, это собака. А это окно. Это не просто окно. Human. It's a security guard. Ну, ладно. Я никогда не говорила, что я умею читать по-английски. Поэтому меня не ругайте. Ах, вы ж хулиганье какое. Нет, не human, наверное, human. Да я пытаюсь там прочитать английскую фразу. Как красиво, какой забирец. А это мята, нет? Мята, как ты думаешь, вот эта синенькая? А я что-то даже не знаю. Вот они, кстати, вот эти вот цветочки... А дождь пошел. Ну, если что, обратно вернемся. Если что, вернемся, да. Мандаринки мы пропустили. Что-то правда мандаринки настоящие? Супер. Ну, что, вам здесь грузинская питания. Пошли смотреть. Что у нас? Прям дождь-дождь? Ну, прям дождь-дождь усиливается. Это ли что мы будем? Ну, пошли. Или комбо-обед, или вот то, что потом рыбное, то, что ты... Лососик. Да, да. Такие большие тарелки, я прямо поражаюсь. Да. Просто это... Гигантски. Очень непосредственно. Жалко погода-то, что-то какая-то неустойчивая. Подозрительная погода. Вроде заканчивается. Вроде, да. Вроде и нет, да. Наверное, гарантированно уже возьмем. Ага. Чебуреки у Ларисы. Это, говорят, такое тоже известное. Да? Угу. Считается такое хорошее заведение. Чебуреки у Ларисы. Они есть еще на Рубинштейнах. Да? Пошли посмотрим, что за Лариса. Где чебуреки? Что там, говорят, с Ларисой? В рюмочную. Чебуреки рюмочные у Ларисы. Ну, в рюмочной же не обязательно пить. Ну, чебуреки это нездоровая пища. Нездоровая. А смотри, зато светильники индейского вида. А? А есть грузинская вон. Там грузинская. Мне очень по-аджарски хачапури понравились. Очень понравились. Это что-то такое невероятное. Я очень люблю это. Угу. С яйцом внутри. Шашлык в лаваше. Шашлык в лаваше. Шашлык в лаваше. Беса, борщ с говядиной. Салаты, напитки. Шашлыки на углях. Угу. Лимонад. Там сейчас вообще как долмава. Да, да. Есть супчики-то? А, какой уютный. А вы видите, супчики, да. Смотрите вон. А я не вижу супчиков. А, супчики есть. Ага. С говядиной. С говядиной не хочу. С этим не хочу. С говядиной не хочу. Вот, вот это, по-моему, уже грузинская. Смотри. Тут одна выпечка. Ааа. Поэтому, видимо, все дороги ведут нас туда, да? Назад. А, вот нет. Вот, смотрите. Супы вместе сели. Чучвара. Второе блюдо. Супы. Чучвара с пельмешками. Хинкали. Что там есть? Стройка с сыром. Пирожок с картошкой. Пирожок с мясом. Сосиска. Да, хорошо, идем, идем. Это очень все вкусно. А, вот эти все люблю. Их еще бурят сыр зелень. Обожаю рогалики. Ну, может, мы тогда то рыбное посмотрим, то, что какой-то был там сбор интересный. Или комбо-обед. Или комбо-обед. К большому пельмени, это тоже наша тема. Да, да, да. Наша тема. Комбо-обед вообще прекрасный. Ой, как приятно пахнет этот. Ага, крем. Какой-то необычный, с каким-то перчиком, да, с таким острым чем-то. Приятный такой вот он. Смотри, на Васильевском острове голуби, это просто... Да вообще, я их уже... Элитные, привилегированные, летающие крыски. Жуть какая. Жуть какая. Какая тарелка. Я не могу успокоиться. Откуда такие тарелки? Ну что, пойдем дальше определяться? В какой, в какой едальне они такие тарелки взяли? Не хочу такую, да? Не хочу такую. Суп на что? Да, да, да. Чего-нибудь горяченького. Спасибо большое. А что это за суп? Какое заведение? Это том-ям. А, ну там острый, да. Ага. Ну, с топ-сом. Мы с тобой тарелки к людям полезли. Да ладно, вот именно. Ну, том-ям я не хочу. Нет, я тоже не хочу том-ям. Ну, тогда пошли тогда к комбо-обеду. Наверное, к комбо-обеду. Пошли, да. Кажется, мы с тобой обе готовы к комбо-обеду. А вы все на вот эти смотрите. А я все на эти чудо-чудо смотрю, да. Была вот такие тоненькие, я ела в ресторане краба-кутабы. И брала вот такую тоненькую лепешечку с крабом. Очень необычно. А это уже жарится, да? Кутаб. На бумаге жарится? Как интересно. Вот смотрите, какие-то тоненькие. Вот такие вот. Вот они назывались кутабы. Кутабы. Мне почему-то в интернете, в ютубе стали часто всплывать, как готовить кутабы. Вот, я такие кутабы ела. Вот, смотрите, вот про них написано. Мясо говядина, сыр, творог. Не, я не буду говядиной. Пошли к комбо-обедом. Там и сыр, зелень есть. Я перечисляю вообще. А, хинкали. Сыр, зелень есть. Заблудились. Мы потеряли комбо-обед. Вот где-то там, по-моему. Так, мимо кремов мы проходили. Гарома. Да, запах, конечно, бомбический. Да, где-то вот тут это было, по-моему, нет? Мы найдем их. По-моему, опять куда-то туда надо будет свернуть. Вот здесь шлипим и варим комбо-обеды. Здесь тоже красивый борщ, морской суп, том-ям, рамен и рамен. Вот такие большие тарелки у них. Но мы заказали просто... Красивый рамен. Да. Можно будет тоже как-нибудь взять? Ну, будем гулять. Нет, вначале сейчас мы наедимся. Я говорю, ну, как-нибудь, может, к вечеру. Может, в следующий раз это... Нам сказали минут семь подождать. Здесь симпатичный. Ну что, подождем в сторонку тогда? Да, пошли. 450 стоит. Можно наверх подняться, посмотреть, что наверху. Может быть, там. Да. Может быть, там. Может быть, там. Сесть. Но вначале мы, значит, этот обед съедим. Мы десерт не будем заказывать. Потому что, я думаю, после обеда мы уже не захотим никакого десерта. О, видите, как красиво. Серьезно, где у меня. Ой, да, здорово, пошли. А нам туда не пробраться. Туда из другого. Ага. Вам в следующий раз. Спасибо. Я думала, что это как продолжение футкорта. Да. Так, все. Держите. Так, это мой морс, да? Да. Какой милый. Так, и приборы сами берем, да? Да. А салфетки есть? Вот, вот есть. Так, ну, опять пошел дождь. Будем есть под зонтом. Ты когда-нибудь ела под зонтом? Бывало. Бывало. Скажу честно, всякое бывало, да? Левой рукой. А чем же мне держать камеру? Левой зонт, правой ложку. Ну, по-моему, все-таки дождик не начался. Так что пока можем сильно не беспокоиться. Хорошо. Приятного аппетита, дорогие друзья. Да. Попробуем. В процессе может быть получше. Боже, мы расскажем, да? Да, расскажем, как это было. А скамейка интересно сделана. Тут надо вот перешагивать вот так вот. Сбоку не вползешь. А пролезете нормально? Пролезем. Пролезем. Помните ресторан, где мы были, Карл Фридрих? Там такие же столы и скамеечки. Помните? О, да. Ты же меня, да, нашу дачу возила. Карл Фридрих. Там вот так уже оформлено. Куда ты только меня не возила за это время, Юля. Сейчас мы просто стояли, пока ждали заказ, вспоминали. Юля с нами с наших трех тысяч подписчиков. Когда у нас было всего три тысячи. Когда она говорила на нашей даче, будем отмечать вашу серебряную кнопку из сто тысяч. Я говорила, что нет, такого никогда не случится. А смотри, уже девяносто трещин. Ну, не то, что никогда. Ну, вот тогда, да, что, ой, да, сейчас уже... Ну, лет через сто. Ну, да какое через сто. Осталось-то совсем чуть-чуть. Там уже... С 93 с чем-то, да. Надо приехать вам сюда на сто тысяч. Мы же уже договорились, что в нашей даче... Мы же, да, запрос во Вселенную сделали. Как, что, где, будем отмечать. Ну, да, сто тысяч. А следующая века миллион уже. Это что ты? Или как мы делаем? Это я уже... Или какие у нас? Триста? Полмиллиона. Ну, надо же, план, как говорится, стратегический, тактический, операционный. Хорошо, ладно. То есть, а какая у нас следующая планка? Триста. Ну, сначала сто отметили. Сначала сто? Ну, договорились, я вас жду в нашей даче. Отлично, прекрасно. Вселенная слышала. Вселенная услышала. Спасибо большое. Давай, начинаем. Наверное, мне можно убирать зонтик и не позориться уже. Можно. А воробьи вон тоже пришли, ждут такие деловые. Только не надо к нам, да? Брысь, брысь. Да, не надо их пока приучать, а то он будет к нам. Поставили и вспомнила про Икею. И сразу вспомнила про Икею. Мы же с тобой в Икеи были. Какие там были кафе хорошие в Икеи. Ой, да. Салат с русского и розбитком. И, по-моему, там грибной суп был очень вкусный. Грибной суп. Грибной. Салатики с кедровыми орешками. Грибной суп. Да. Фрикотельки в том числе, вегетарианские вкусные. Что-то с брусничным тоже сиропом. Брусничным, да. Все это будет. А в Индии нет Икеи? В Индии есть Икея. В пяти городах. В Ангалоре в том числе. Я все хочу туда съездить. Так. Пошли, где туалет? Ищем дальше. Туалет и дальше гуляем. Вот эти вот табы. Это так вкусно. Мне тоже очень понравилось. Тонюсенькое такое тесто. Они тоненькие получаются. Ну, вообще, очень много людей. Так приятно видеть это. Получается, что это, в принципе, не самый центр города. То есть, не самое проходимое место. Мы же днем сюда пришли. Да, да. И это не центр. Ну, как сказать. Это, конечно, центр города. Но не Невский проспект. Да. Где много туристов. Здесь от метро довольно далеко пройти. Да еще знать надо, да, это место. Но оно считается довольно известным. Очень популярное, я вижу. Ну, что-то японское или вьетнамское. Как вы относитесь к вьетнамской кухне? А я не знаю вьетнамскую кухню. Не знаете? Нет. Вот где они, эти тарелочки. Так, мы продолжим нашу беседу после паузы. Во Вьетнаме? Да. После паузы. Пожалуйста, не смывайте в туалет бумагу и средства личной гигиены. А также чеки, фотографии бывших, вашей надежды и мечты. Спасибо. Юлечка, а здесь фотографии как раньше? Вот такие длинненькие? А я думаю, что это как на Болароид. Вот такое вот они делают, как Болароид. Для начала оплати. Вот это фотоаппараты были Болароиди. 200 рублей. Это вот маленькая, квадратненькая. А, да? Я думаю, что да. А я думала, вот такая длинненькая, как раньше. Это как вот Болароиды. Ясно. Вы хотите попробовать узнать? Нет. Не будем отвлекаться? Не будем отвлекаться, да. Это не самое важное. У нас очень интересная культурная программа. Главное, что погода нам ее... Так, что ты... Ну как, Юлечка, что вы выберете? Придумала. Развлечения духовные или развлечения праздные? Мы можем пойти в арт-музу, познакомиться с искусством 20-21 века. В современном. Нет, ты говорила, мы куда-то поедем. Я уже прохалкиваю. Это только едем. Или мы можем поехать сразу на берег Кинского залива. Вот новое место. Тоже креативное. Пошли на берег. Пошли на берег. Давайте посмотрим, что нам говорит. Карта и навигатор. А может, присесть, чтобы... Как вы на это смотрите? Посмотрите. Да. Вот это тут. Вот, да. Посмотрим, что нам говорит карта. Так, ну нам надо будет все равно, наверное, выйти туда, на дорогу, если такси заказывать. Такси заказывать. Ага. Сейчас я посмотрю просто по карте, где мы находимся. И где этот Брусницын... Может быть, это будет приятно прогуляться. А может быть... Нет, 10 минут на машине. Нет, я думаю, что это... Так, а арт-пространство что-то имело в виду? А вот это вот туда вот мы и поедем. А, хорошо. Сейчас, секундочку. Три километра. Ага. Или вот так вот пешком. В принципе, может... Можно, знаете, как сделать? Чтобы было интересно. Мы можем выйти вот на набережную, немножечко по набережной пройтись, поснимать красиво. А потом сюда вот доехать уже. Хорошо, давай. Чтобы что-то еще красивое мы увидели и показали, да? Да. То есть, соответственно, нам надо туда, за нашу спину, дойти до набережной. Красиво тут поснимаем, а потом машинку вызовем и поедем вот этот вот Брусницын. И рядом с ними вот Севкабельпорт, где мы были с вами тогда, снимали Саши, Вишну, ваш разговор про Индию. Это уже рядышком совсем. Как оказалось, где мы только не были. Так, а где ты была? Ты мне расскажи давай про свои каналы, про свою работу, про свое творчество. А когда ты мне будешь рассказывать? А вот, не знаю, могу на ходу, можем сидя, как удобнее. Мы можно, в принципе, и гуляем. Я люблю, когда гулять. Когда идем? Да.